и показывали конкретные лица виновных. В то время, например, сигареты продавали по талонам, а на рынках самым ходовым товаром стали банки с окурками. Но в какой-то момент и они исчезли. В городе начались настоящие табачные бунты. Тогда Невзоров со своей бригадой вломился на ленинградскую табачную фабрику имени Курицкого. А ты, старший, лучше бы сказал, должны тебе еще не это бы показать. Покажите. Я знаю, вы мне сейчас покажете еще свалку. Ни хи***е будете ее показывать, ты как шпион прошел. Здесь, в подвалах фабрики, миллионы сигарет. Свалены тонны табака. Здесь уютнейшим образом соседствует кондиционный так называемый товар с так называемой некондицией. Часть брак, часть отличные сигареты просто нерасфасованные. И все свалено. То же самое на свалке фабрики. Откуда каждый день грузовики вывозят тонны нормального вполне курева, нераспечатанные даже мешки табака на помойке в дальнеудаленной от города карьера, о чем свидетельствуют накладные и путевки. Все каждый день. И взяты с самого верха кучи, огромной кучи во дворе свалки. Папиросы и сигареты курятся вполне приличные. Несырые нормальные папироски. Тысячи, тысячи, миллионы папирос и сигарет. И все к суп от хвост. Все в мусор на помойку, хотя с каждым днем все злее очереди. И все длиннее они за любым курем. Материал о табачной фабрике вызвал неслыханный гнев народа. На следующий день вся страна обсуждала вчерашний выпуск. Вы 600 секунд для кого делали? Для себя или для зрителя, которого вы вообще вряд ли кто-то представляет, делая ту или иную программу? Да вообще, честно говоря, всегда было по барабану понятие зрителя. То есть для себя вы делали? Я делал ее в соответствии со сложившимися ситуациями. Это было обстоятельство жизни, как для каторжника шахта, кайло, ядро прикованное к ногам, как для пирата абордажный тесак и песенка там «Крепите и горям, и черные пираты, нас ждут кровавые моря, и йо-хо, крепи канаты». Особый интерес зрителей вызывали съемки, проведенные там, где не ступала нога простого человека. Явление Недзорова в крематоре питерцы запомнили надолго. И хотя он не нашел золото, которое вынимали из челюстей усопших перед кремацией, многим зрителям после просмотра этого сюжета умирать стало еще страшнее. Люди знают о том, что вы не кремируете покойников в тот день, когда они с ними прощаются. Мы не кремируем в тот день покойников тех, которые имеют золотые изделия. Сегодня программа «600 секунд» нанесла, так сказать, официальный визит в ленинградский крематорий. Работники успели приготовиться, привести себя в порядок, навести сказочную чистоту и завесить себе лица специальными тряпочками, чтобы никто не смог их опознать. Тема визита – золото. Нам так и не смогли предъявить ни весов, на которых золото взвешивается, ни сейфа, в котором оно хранится. Время было, и азарт, и ритмика, энергетика. Все было, все было, все очень живое, все вот на нервных окончаниях каких-то, да? А вы знаете, куда я не влезу, всюду начинаются эти нервные окончания в огромном количестве. Журналистов «600 секунд», конечно, интересовала судьба не только мертвых, но и живых. Огромный резонанс вызвал сюжет о том, как чиновники городской мэрии украли гуманитарный груз с игрушками у детей-инвалидов. За 10 минут до отправки игрушек по назначению, когда таможня дала добро, а представители дома ребенка готовы были их забрать, появился чиновник, директор фонда спасения Петербурга, и помахав бумажкой из мэрии, увез целево предназначенный дом ребенка игрушки в мэрию. Приехали уже получить, потому что вам позвонили с тобой? Конечно, нам позвонила вот эта дама, немка, и она потом перед нами так извинялась, когда мы пустые поехали, она проводила нас прямо до скорой, и у нее слезы на глазах. На следующий день после эфира в детский дом номер 12 приехали воины-афганцы и привезли ребятам новые игрушки. Но и это еще не все. Одного из героев, мальчика Егора, усыновила американская семья, работавшая в Питере по контракту. Американцы тоже оказались поклонниками программы. Сейчас мальчишка вырос и даже выступает на паралимпийских играх среди инвалидов за сборную США. Подобное продолжение было у многих сюжетов. В эфире 600 секунд рождалась новая журналистика, призывающая к действию. Я даже не могу его назвать журналистом. Во-первых, у него невероятная актерская харизма. И то, как он вел 600 секунд, вот то, чем у меня всю жизнь учил мой великий учитель Райкин, вот эта манера общения с публикой, у вас было полное ощущение, что он говорит с тобой. Подожди, пока не включай. Я сейчас коротко расскажу. Сейчас, на пару вопросов. Я сразу спрошу насчет мебели, насчет всего. А ты давай позлее. Вот как ты мне только что говорил. Ну так я такой и есть. У меня просто... В камне чуть-чуть тогда свежешь. Ну как вам нравится. Я пока прыгаю, как зайчик он. А это один из любимейших персонажей Небзорова. Журналисты узнали о бедственном положении инвалида, отвезли его в больницу, а сами заставили власти района сделать у него в квартире ремонт. Бесплатно. Вот здесь все было сгоревшим и просто развалившимся практически. Мы приехали, а он тогда уже все вообще забыли, он здесь сгнивал. У него тверкулез был, нога отсыхала и гнила. Через несколько часов после того, как мы его сняли, показали, за ним приехали, его увезли в больницу и начали ремонтировать квартиру. Ну мы как бы из давних друзей нашли. Но в то же время журналистику секунд отличали жесткость, натурализм и даже цинизм. Небзоров, как вампир, шел на запах крови. Ну вот в кровь не роняете? Сколько всего ударов вы нанесли? Я точно не могу сказать. Ну примерно. Ну сколько? Сколько много? Десять, двадцать, тридцать? Где-то, наверное, двадцать. Зачем? Почему? Это уже было в шоке вот таком ударе. То есть вы здесь справляли день рождения? Да. И на сколько лет вперед вы справляли день рождения? Как вы сами оцениваете? Лет на пятнадцать, наверное. У нас всего было поровну. Был рецепт «Попик, трупик, филармония». «Попик, трупик, филармония?» «Попик, трупик, филармония». Затем был блестящий афоризм Михаила Михайловича Ермолова, который был моим режиссером тогда, и который говорил «Александр Глебович, труп оживляет программу». И вообще вот эта всякая трупозность, это у нас делал руку всегда Михаила Михайловича. Он очень это делал как-то вот, он понимал, что это яркое, яркое выразительное художественное средство. Михаил Михайлович вполне мог. Вот мы приезжали куда-то, где повесился дяденька, и Михаил Михайлович, разглядывая этого повешенного, говорил «Нет, Александр Глебович, знаете, спокойновато он что-то висит». Я говорю «Михаил Михайлович, что будем делать?» «Как что?» — говорил Михаил Михайлович, подходил и раскачивал. То, что сейчас принято называть чернухой, информационными воинами, компроматом, все это рождалось тогда, на заре телевизионной перестройки. Зритель требовал зрелищ, он хотел видеть то, что от него до сих пор скрывали. Всякое кровище, как и всякая фекальщина — это краски. И если мы откроем, не дай бог, мы откроем Рабле, то мы убедимся, что вот этой кровищей фекальщины натолкана в этой книжке такое количество, что никаким секундам близко и не снилось. Все программы, все материалы, все сюжеты отличались предельной заостренностью по той или иной проблеме, предельной обнаженностью, граничащей с предельным натурализмом. И это часто являлось предметом дискуссии. Натурализма Александр Невзоров не боялся, наоборот, он его приветствовал. В программе показывали материал о поиске детей, пропавших в Шуваловском парке Санкт-Петербурга. Милиция и служба спасения Питера несколько дней прочесывали лесополосу. Зрители, затаив дыхание, следили за тем, найдут детей живыми или нет. И, наконец, на третий день, секунды первыми и единственными показали то, что нашли спасатели. Детские трупы тем вечером видела вся страна. Я же никогда не занимался журналистикой. Я занимался информационным разбоем, идеологическим грабежом. Я никогда не был созидателем. Криминальная хроника должна была лишь привлечь зрителя к экрану. Программа вскоре будет нужна Невзорову совсем не для того, чтобы рассказывать об убийствах и грабежах. Но это станет понятно позже. На телевидении практически не было компьютерной графики. Техническая база, доставшаяся в наследство от советского телевидения, давно устарела. Все заставки делались вручную. Вот, например, один из рецептов от программы 600 секунд. Шпагат длиной 3 метра режете на части, несете в подвал, выкладываете нужные слова или цифры и поджигаете. Получается заставка программы и независимой телевизионной компании.